всем привет вот я опять решила встретиться с вами осень пришла работы стало меньше намного в огороде можно сказать почти не осталось и я решила на зиму начать утепляться посмотрела и думаю свяжу-ка я себе палантин ну мне он нравится честно вот накинуть на плечи куда-то пойти тепленький в общем я решила вязать я уже начала его делать для начала я сходила в магазин и купила вот такой вот такой шерсти ионард ангора делюкс нашла как вязать буду вязать по схеме светланы коломенец сама же не буду придумывать цвет купила белый белый нейтральный поэтому решила на по первости связать в белом цвете чтобы был подходил ко всему вообще он мне настолько понравился что я думаю что я уже задумала еще один цвет связать пусть будет 2 что нам еще делать зимой ну и все по схеме все интересно все все рассказано как вязать чего и вот смотрите вот это уже мой результат вот вот мой результат я вам показываю еще осталось много вязать но уже вот так можно накинуть нарисовала первое что я сделала купила шерсть спицы у меня были я взяла пятерку чтобы это было более пушистое или что-то и нарисовала схему схемы я для себя нарисовала побольше вот такая схема думаю видно зрение у меня не настолько хорошие и я вижу еще я чем не хорошо я вижу пока я жду внучку с тренировки я начала вязать там что тратить время и для этого вот так крупно сделала себе схему теперь мне очень понятно но теперь расскажу о нюансах но так как я таскаю с собой вот эту всю вязку можно сказать вязаные изделия она белая вот чтобы не пачкалась шерсть и ежа пускай я я вот в такой мешочек запустила и сколько мне надо ниточки я вот так делаю во вторых петель я набрала меньше потому что по той схеме там 91 петля мне я попробовала получилось очень очень широко вот представьте я на 9 петель набрала меньше именно на раппорт узора я рассказываю нюансы может вы тоже будете вязать по той схеме что еще немаловажно посмотрите на схему так как там давно в общем я связала наверно рядов 20 и поняла что я ошибаюсь потому что вот этот крайний крайняя петля в раппорте узора не провязывается ее как бы нет получается вяжем мы 8 петель и возвращаемся к первой а вот это только в конце ряда а я же делала постоянно 9 и в конце концов я поняла что я ошибаюсь и для того чтобы мне не путаться я у себя лично пометила вот так но мне так удобнее возможно вам тоже будет удобно еще что очень тяжелый узор сказать сколько я раз распускала и путалась я могу вам сказать раз десять мне пришлось распускать где-то полностью я раза три распускала до начала потом видя в середине изделия вижу что сбиваюсь с рисунка тоже распускает определенного ряда в общем тяжело честно сказать очень тяжело сейчас связав вот уже смотрите сколько я уже вижу где ошибка и что-то но я постоянно заглядываю в рисунок вот невозможно запомнить вот невозможно честно в голове невозможно запомнить какой ряд идет за каким здесь еще я могу начинаю я понимаю вот так так я иду а вот какой ряд за каким это невозможно потому что видите 25 рядов изнаночный изнаночный 2 все четные ряды мы вяжем из изнано изнаночными поэтому вот это очень хорошо это легко и вот так вот у меня потихоньку движется работа концу осталось совсем немного я буду вязать до окончания один моток хватает на весь палантин вот как закончится у меня я не считаю даже вот как закончится этот моток шерсти значит моя работа закончена будет длинный такой палантинчик я вообще-то очень рада что у меня все получается в конце что еще интересно что вот это можно прогладить я простирнул потому что это все-таки белый его можно прогладить и он будет ровненький я вспоминаю меня мама вязала вот эти были паутинки беленькие и она связала съездила в то время в воронежской области где-то продавалась там есть там какой-то поселение но городок или поселок я не знаю вот там продают вот этот пух козь на съездила купила напряла и связала на связала вот эти платки и серые такие знаете хорошо связала все до сих пор у меня есть мне есть нахена связала подарила и себе очень там тяжело было вязать ясно сколько помню это вот темные очень и этот мало того она еще и сама застряла эту шерсть а потом она связала мне паутинку ну паутинка на девчонки же мы молодые но дала на мне тогда в общежитие но нож светленькая и же паутинки надо было в то время делали рамки натягивали рассказывать для тех кто не знает как это была проблема а мышу постираем до повесили да и все ну и паутинки пришел конец так что а вот это чем хорошо вот это пряжа что и и выправку обновили постирали и прогладили но я буду через тряпочку прогладила и он такой ровненький получается я уже когда свяжу на себе я покажу поэтому вот я очень рада меня девчонки спрашиваете ли ансандрова куда вы будете его куда его будете носить то я говорю ну девчонки ну и смешно и и плакать не знаю хочется или нет говорю раньше приглашали им на дни рождения потом приглашали на свадьбе а сейчас больше как там ходим мы по похоронам в такое время вот как-то идет распределение по жизни наверное такой но гору надеюсь может еще на свадьбе у кого-то побываю но на день рождения это точно поэтому пусть у меня будет очень нарядная вещь так что вижу есть чем заниматься жизнь продолжается всем пока до новых встреч